Догматическое учение Церкви Первую часть курса догматического богословия – это учение о Боге в самом себе. Сейчас мы приступаем к следующему блоку. Этот блок в большей степени представлен в песнопениях. Этот блок – общий заголовок «Бог – Творец мира». И это, значит, промыслитель. Сегодня будут две лекции, посвященные творению мира, Богу как Творец мира. Причем будет речь идти о творении мира в целом, без особого акцента на творении человека. Потому что творению человека у нас будет отдельный разговор посвящаться. Итак, мое выступление, тема на экране «Бог – Творец мира» и общее высказывание. «Творение мира Богом». Итак, прежде всего цитаты. Но есть общие цитаты из Священного Писания, где говорится о том, что Бог является Творцом мира. А большая часть этих цитат общеизвестна. Ну вот, допустим, конечно, одним из самых известных мест Библии является первый стих книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь речь идет о том, что… Ну, здесь сразу несколько основных идей. То, что, во-первых, все создал Бог. «Небо и земля – это обозначение всего мироздания». То есть, что интересно, небо и земля первого стиха – это не те небо и земля, которые мы понимаем сейчас. Потому что наше небо создано второй день творения, а земля создается в третий день творения. А вот этот стих еще прежде дней творения говорит о том, что Бог создает небо и землю. То есть, небо и земля – это все мироздание. И самое первое слово указывает, что был какой-то начальный момент, после которого небо и земля появились, а до этого их не было, они не существовали. Ну и еще две цитаты из Нового Завета. «Все через Него начало быть», это имеется в виду Бог, Слово Божие. Он здесь – это Слово Божие, Сын Божий. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И еще о Христе, то есть тоже здесь в третьем лице, местоимение третьего лица обозначает Иисуса Христа. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Вот Колосиным, послание Колосиным, 1 глава, 16 стих. Теперь основные аспекты учения о творении мира Богом. Здесь можно выделить четыре основных тезиса. Во-первых, речь идет о том, что Господь создал мир из ничего. То есть в догматическом богословии делается акцент на творении из ничего, то, что Бог по своему всемогуществу не нуждался ни в каком материале для творения мира. То есть Он сам создает этот материал, из которого потом формирует мир. Что удивительно, вот эта идея о творении мира из ничего, из всего Ветхого Завета, отражена только во Второй Маковейской книге. Причем легко запомнить координаты вот этого важного изречения. Вторая Маковейская, 7 глава, 28 стих. То есть два таких достаточно заметных числа, 7 и 28. Тем более можно обратить внимание, что 28 делится на 7. То есть координаты легко запоминаются. Так вот, что интересно, Вторая Маковейская книга не вошла в Иудейский канон, но тем не менее здесь как раз есть вот эта важная идея. Это мать мучеников Маковеев говорит своему сыну, посмотри на небо и землю и видя все, что на них познай, что все сотворил Бог из ничего. Итак, творение, все создано из ничего. Дальше. Второй тезис, все произошло через творение. То есть что имеется в виду? То есть в творении различаются творец и то, что им создано. Бог отличается от созданного мира, творения и творец, виновник. Далее, третий важный тезис. Бог не нуждается в бытии мира. То есть Бог создал мир не потому, что нуждался в этом, не потому, что нуждался в том, что был какой-то материальный мир, на который бы изливалась бы его благость. То есть сотворение мира ничего не прибавило с точки зрения бытия Бога и ничего не убавило в нем. То есть создание мира никак не отразилось на бытии Божием в себе. Ну и еще один важный тезис учения о творении мира, то что в Священном Писании неоднократно подчеркивается, что нынешнее мироздание, нынешнее небо и земля имеют временный характер, что в конце времен будет созданы новое небо и новая земля. Причем впервые об этом речь идет в книге пророка Исаии. Тоже довольно легко запомнить координаты 66-22. И дальше эта мысль повторяется в двух книгах Нового Завета. Книге Откровения и Второе послание апостола Петра. Дальше. Ну и вот дальше некоторые отдельные тезисы, которые раскрываются в догматическом учении о творении мира Богом. Во-первых, образ творения мира. То есть Господь творит мир следующим образом. Здесь три основных тезиса. Во-первых, разумом премудростью. Во-вторых, волею, то есть свободным, волеизъявлением, свободной волей. И третье — словом. Словом как раз в первой главе Бытия неоднократно говорится. «И сказал Бог, да будет свет, и сказал Бог, да будет то-то». То есть творение словом подчеркивает, что это легко и быстро. То есть мановение. В песнопениях довольно часто этот аспект выражается термином мановение. Ну и вот митрополит Макарий Булгаков, наш известный догматист XIX века, так в одной фразе кратко выразил три вот этих образа творения мира, три идеи, которые взаимосвязаны. «Бог сотворил мир по вечным идеям своим о нем, совершенно свободно, единым мановением воли. В идеях от века предначертан был план мироздания». То есть у Бога были какие-то идеи относительно того, как должен быть устроен мир. Вот в этих идеях был весь, так сказать, чертеж, вся схема. Далее «Свободная воля определила осуществить этот план». Мановение воли действительно осуществило. Далее «Побуждение к творению мира Богом». Здесь надо различать, что побуждение – это не является причиной. То есть Бога никто не понуждает творить мир. У него не было какой-то такой необходимости в этом. А это свободное побуждение. Свободное побуждение – это любовь Божия, благость Божия. То есть избыточествующая благость Божия, которая, так скажем, изливается и порождает творный мир. Ну и, наконец, еще один аспект догматического учения – цель творения. Действительно, догматисты задаются вопросом, какова была цель творения мира Богом. И здесь две цели. Блаженство твари. И об этом, в частности, в подтверждении этого приводится цитата из первого послания к Тимофею. «Бог дает тварь, и все обильно для наслаждения». И также вторая цель – слава Бога Творца. Ну и здесь довольно много цитат. Вот я выбрал достаточно известную. Начальный стих Псалма 18. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». И вот эти два аспекта, две цели, как указывают догматисты, взаимосвязаны. То есть тварь будет прославлять Бога, и таким образом будет блаженно, будет причастна его благости, будет испытывать счастье, прославляя Бога Творца. То есть блаженство – это, по сути, счастье, как можно сказать, было бы другими словами. Теперь, что касается в песнопениях. Ну вот действительно, в нашем курсе мы берем только те темы, которые отражаются в песнопениях. И надо сказать, что вот эта важная тема «Творение мира Богом» для песнопений тема довольно редкая. То есть мне пришлось поискать, и я нашел только выражение вот этой темы только в двух, так скажем, источниках. Во-первых, это воскресные каноны полуночницы, то есть это каноны Пресвятой Троицы на воскресной полуночнице, на таком богослужении, которое совершается только в монастырях, на приходах вообще крайне редко совершается. Вот там есть отдельные высказывания по поводу «Творение мира Богом». И также есть у нас 1 сентября по старому стилю, замечательная служба церковного новолетия. Вот в службе церковного новолетия довольно много высказываний. И всего, все песнопения можно поделить по четырем темам. То есть песнопения, в которых говорится «Отворение мира Богом», можно выделить четыре тезиса. Во-первых, это парафразы, цитаты из Библии. То есть часто песнописцы в своих гимнах просто перефразируют определенные места из священного писания, чаще всего псалмов. Во-вторых, подчеркивается «Творение из ничего». То есть это «Творение из ничего» один из аспектов, который нашел выражение в песнопениях. Далее достаточно много песнопений, где говорится об образе творения мира. Вот мы указывали три образа. Это волеизъявление, мановение и разум, премудрость. То есть все вот эти аспекты отражаются в песнопениях. Ну и последний аспект, слишком своеобразный, о нем будет в конце сказано. В песнопениях Страстной Седмицы есть тема противопоставления всемогущего Бога Творца и страдающего на кресте смиренного Господа Иисуса Христа. Итак, ну вот по порядку. Вот, в частности, тропарь воскресной полуночницы. Ну, я весь его зачитывать не буду, он на экране. Я только отмечу, какие в нем для нас интересные аспекты. «Маниям богодетельным Господи всех». То есть вот эта мания – это как раз образ творения, мановение, быстрота, легкость. И дальше «Небеса простел и сияку кожу». Вот. «Небеса простел и сияку кожу». Всем известен 103-й Псалом. По сути, 103-й Псалом – это поэтическое прославление Бога Творца. Можно было бы сказать, что 103-й Псалом – это текст параллельный первой главе книги «Бытия». Так вот, в 103-м Псаломе есть циклонославянское «Простираешь небо яка кожу». Вот как раз здесь, по сути, цитата из этого 103-го Псалма. Далее. Еще один тропарь Пресвятой Троицы. Здесь уже вот что отметим. «Во-первых, ты вся веки хотением твоим, яко благо составила и си от несущих». Непостижимая Троица. То есть, видите, здесь тоже две идеи. Во-первых, то, что Господь все создал своей волей, своим хотением, волеизъявлением. И то, что создано из несущих, то есть из ничего. Как раз вот мы говорим «из ничего» в русском языке, а в греческом там буквально «из несуществующего», то есть из несущих. И поэтому в циклонославянском тексте буквальный перевод греческого выражения «из несущих» или «от несущих». Ну и еще эти же два аспекта повторяются в довольно известном «Ермосе» третьего глаза, «Воскресный Ермос» третьей песни, третий глаз. Здесь тоже. «И же от несущихся при ведеи словом созидаемое, совершаемое духом». Далее, еще одно песнопение, тоже из «Воскресной полуночницы». «Первие небеса утвердил еси Господи и всю силу их словом Твоим вседетельным и духом уст соестественным». То есть здесь, видите, по сути парафраз 32-го псалма. Тоже известное место. «Словом Господнем небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их». Вот, по сути, вот эта цитата выражена в песнопении. Дальше пойдут уже тексты «Новолетия». Вот в текстах «Новолетия», как тема творения мира выражается. Итак, ну вот здесь «И же сад духом святым соединен безначальне слове и сыне всех видимых и невидимых садетелю и зиждителю». Ну вот здесь только первая половина стихира относится к нашей теме, поэтому я ее только и прочитал. И здесь можно видеть, что, по сути, это вот парафраз первого послания к Колонсинам, 1 глава 16 стих, что «Яко тем создано быше всяческое, я же на небеси, я же на земли, видимое и невидимое». Дальше еще одна стихира «Новолетия». Тоже два аспекта. «Христе Боже наш, и же мудростью вся садеевый, и из несущих поеже быти приведых». То есть вот только эти две фразы к нашей теме относятся, я остальное не буду зачитывать, потому что к нашей теме только вот начало стихира. И вот здесь, видите, в двух фразах два аспекта учения о творении мира. Во-первых, то, что Господь сотворил все премудростью, и то, что из несущих, то есть тоже из ничего создал. Далее, еще одна стихира «Новолетия», тоже два аспекта. И тоже здесь оба аспекта подчеркивают образ творения мира Богом. «И же в мудрости вся судетельствовый, привечное Слово Божие, и вся кроческую тварь всесильным словом твоим составил». То есть здесь подчеркивается, во-первых, сотворение премудростью, во-вторых, словом. Далее. Первая глава книги «Бытия». То есть, извиняюсь, «Кандак». Вот «Кандак новолетия». Здесь мы видим ссылки на первую главу «Бытия». В частности, здесь говорится о том, что Господь создает всех видимых и невидимых, творче и зеждителю, и же дни и ночи, времена и лето сотворивый. То есть говорится о том, что Господь создал дни и ночи, времена и годы, видимые и невидимые. По большому счету, такие косвенные указания на описание творения мира в первой главе «Бытия». Далее. Есть два тропаря, восьмой песни канона новолетия. Здесь что отметим? Во-первых, из несущих всяческое мудрее обновившего создателя и изводящему всяческое Богу и времена, изменяющему на многообразное человеков управления. То есть в первом тропаре два аспекта, что Господь создает из ничего и то, что производит все своим хотением, волею. А во втором тропаре отсылки на четвертый день бытия, потому что в четвертый день бытия сказано, что Солнце и Луна для управления днем и ночью. И как раз Солнце и Луна нужны для того, чтобы показывать времена и сроки, то есть у них исключительно служебная функция. И вот здесь как раз это и отмечается, что Господь создает их для того, чтобы они служили отчетом времени и как бы управляли сменой дня и ночи. Дальше. Еще один тропарь. Девятая песня канона. Здесь просто перечисляются творения Бога. «Вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и все источницы, солнце, же луна и тьма, звезды, огонь, человец и скоти, с ангелы восхваляют Тя». То есть вот здесь, в этом тропаре, такой наиболее полный список творений Бога. Ну и вот остался последний аспект. Это вот как раз такая своеобразная тема, которая отражается в песнопениях Страстной Седмицы. она не столько раскрывает учения о Боге Творце, сколько предполагает противопоставление всемогущества Бога и его нынешнего страдающего положения. То есть здесь говорится о том, что Христос, который смиряется, который сейчас терпит скорби, это тот же самый Бог, который создал мир. И вот я взял по одному песнопению из каждого дня в качестве примера. Из Великого четверга я взял по третьей песне канона «Седалин», где вот в частности-то такие слова. «Езера и источники и моря сотворивы, смирению нас, наказуя изрядному, лентеем опоясався». Там дальше говорится о том, что Господь умывает ноги ученикам. То есть тот, который создал все водоемы, проявляет смирение и умывает ноги ученикам. Далее. «Днесь висит на древе, и же на водах землю повесивая». То есть тот, кто повесил землю на водах, ну это тоже отсылка на первую главу Бытия, там где говорится, что есть воды, которые под твердью. И вот как раз суша, она как бы образно говоря висит, вот вообще вся земля висит на этой вот воде, которая под твердью. И вот Господь висит на древе, тот, который повесил на водах землю. Ну и та же самая идея, тоже противопоставление уже в Ермосе Великой Субботы. «Тебе на водах повесившего всю землю неодержимо, тварь, видевши на лоб нем висимо, уже со многим содрогавшися». Таким образом, вот заключительный аспект отражения творения мира Богом в гимнографии. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что действительно, вот учение о творении мира Богом в догматике имеет достаточно много идейных смыслов, однако в песнопениях отражается только часть, только примерно половина идей, которые есть в догматическом богословии, только самые основные, то, что мы отметили, то, что творение из ничего, потом все образы творения мира, премудростью, волеизъявлением, словом. И также вот это интересная тема, вот противопоставление всемогущего Бога Творца и страдающего Господа Иисуса Христа. На этом я завершаю. Благодарю вас за внимание. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Тема нашего сегодняшнего разговора – это участие лиц Святой Троицы в творении мира. При рассмотрении вопроса участия лиц Святой Троицы в творении мира необходимо обратиться к священному тексту Библии, а также к православной гимнографии. В Священном Писании имеются указания как о едином действии божественных лиц при творении мира, так и свидетельства их особого личного ипостасного действия. Изучение у единосущей лиц Пресвятой Троицы следует, что Божество обладает единым действием, но в то же время каждый из лиц относится к этому единому общему действию особым образом. Святитель Григорий Низкий объясняет, каким образом лица Пресвятой Троицы относятся к единому божественному действию. «Всякое действование от Бога, простирающейся на тварь, от Отца исходит, через Сына простирается и совершается Духом Святым». Еще раз повторю очень важную цитату. «Всякое действие от Бога, простирающейся на тварь, от Отца исходит, через Сына простирается и совершается Духом Святым». Подобную мысль мы можем увидеть и у апостола Павла, который пишет в послании римлянам, 11 глава, 36 стих. «Яко истаго, и тем, и в нем всяческое». Как результат осмысления этих слов апостола Павла, родилось святоотеческое выражение «из Отца через Сына в Духе Святом». На действие всех трех божественных лиц притворение мира прикровенно указывается уже в первом стихе Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю», Бытие, 1 глава, 1 стих. Глагол «бора» «сотворил» стоит в единственном числе, а «илогим» буквально «боги» во множественном. Святитель Филарет Московский отмечает, «Все месть еврейского текста слова «илогим» — собственно «боги» — выражают некую множественность, между тем, как речение «сотворил» показывает единство Творца. Аналогичные указания на множественность лиц содержатся в следующих стихах. «И сказал Бог» — сотворим множественное число, сотворим человека по образу нашему множественное число и по подобию нашему. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог» — также вот еще цитата. «И сказал Бог» — вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Бытие, 3 глава, 22 стих. А из нас множественное число, обратите внимание. И таких моментов в Библии очень много. Например, при сотворении, столпотворении в Вавилонском мы читаем. «И сказал Господь, сойдем же и смешаем там язык их». Слово «сойдем» опять же во множественном числе. Святитель Василий Великий следующим образом комментирует эти слова. «Подлинно странное пустословие утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собой надзирает, сам себя понуждает властительски и настоятельно». Но обратим также внимание и на те указания, где говорится о различии ипостасного действия Сына Божия с ипостасным действием Бога Отца. Сын Божий открывается в Ветхом Завете различным образом. Например, под такими именами, как Ангел Господень, Божественная Премудрость и Слово Божие. В контексте разговора о творении Бога мира, Богом мира, особенно хочется обратить внимание на имена Премудрость и Слово, поскольку Откровение указывает на участие Премудрости в творении мира и о ее соучастии в делах Божественного промысла. В книге «Прич Премудрость» говорит о себе. «Я была при нем, то есть при Боге, художницей во время творения мира и была радостью всякий день, веселясь перед лицем Его». Так, вот на экране вы можете посмотреть характеристики Ветхозаветной Премудрости. Нет, нет, нет. Все, вот нетрудно догадаться, что характеристики Ветхозаветной Премудрости также очень, так скажем, тесно переплетаются с характеристиками Второй Ипостаси Святой Троицы, Сына Божия. Обратите внимание, личное бытие, теснейшее единство с Богом, происхождение от Бога посредством рождения, предвечность бытия, соучастие в творении и делах промысла Божия. Также вот в книге «Премудрости» Соломоновой она также называется «Художницей всего». Прямо говорится о соучастии Премудрости в творении мира. «С тобой и Премудрость, которая знает дела твои, и присуща была, когда ты творил мир и ведает, что угодно перед очами твоими». И также, кроме того, «Премудрость» есть чистое зеркало действия Божия. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет. В 10 главе книги «Премудрости» приводится многочисленный пример участие Премудрости в делах промысла Божия. Вот и, да, также стоит сказать о имени Божьем, таком имени, как Слово. Сын Божий в Ветхом Завете именуется Словом. И это наименование встречается, например, в Псалмах. Вот мы видим перед собой Псалом 32, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса и Духом уст Его, все воинство их». И, кстати говоря, вот в этом Псалме явное указание на участие в творении мира не только Бога Отца, но и всех трех ипостасей Святой Троицы. Отца и Сына и Святаго Духа. Да, еще раз давайте посмотрим внимательно этот Псалом. Словом Господа, да, Слово, это значит у нас как раз вторая ипостась Святой Троицы. «Сотворены небеса и Духом уст Его, все воинство их». Да, вот, пожалуйста, указание на то, что Бог един, но во Святее Троице пребывающий. О ипостасном действии же Святаго Духа Божия говорится уже в первых стихах Библии. «Дух Божий носился над водой». Бытие, первая глава, второй стих. Использование в русском переводе слова «носился» использованное в русском переводе слово «носился» не вполне точно передает смысл еврейского текста, поскольку употребленный в этом стихе еврейский глагол «мирахапет» означает не просто перемещение в пространстве, но имеет значение согревать, оживотворять. Святитель Василий Великий, толкуя эти слова, говорит, что «Дух Святой как бы насиживал, оживотворял первобытные воды, подобно тому, как птица своим теплом согревает и высиживает яйца». То есть речь здесь идет не об обычном движении, а о творческом божественном действии. Тем самым Божественное Откровение указывает на соучастие Святаго Духа, в деле творения. Таким образом, Отец есть источник премудрости, Сын сама ипостасная премудрость, явление премудрости, а Дух Святой – та сила, которая усвояет премудрость миру. Можно сказать, что Отец благоволит, Сын действует, а Дух Святой усовершает тварь в доброте и красоте. Такой порядок откровения Бога в мире не умаляет достоинства Сына и Духа Святаго. Преподобный Иоанн Дамаскин отмечает, что все, что делает Отец, делает через единородного Сына Своего, не как служебным орудием, но естественной ипостасной силой. Можно и пояснить эту мысль на следующем примере. Огонь и свет невозможно разделить. С одной стороны, логический свет последует огню, с другой стороны, и огонь освещает, и свет от огня освещает, и огонь греет, и исходящий от огня свет также греет. Таким образом, и Сын, и Дух творят то же, что и Отец. А теперь рассмотрим данное учение Святой Троицы, например, в церковной гимнографии. Вот пример из Актоэха, канон «Полуночница», глаз первый, песнь первая, второй «Тропарь». «До человека единственное, трипостасное Твое явише божество, создав и прежде человека по Твоему образу, вообразил еси ум ему, и Слово, и Дух дав, як и человека любис». На что здесь стоит обратить внимание? На то, что мы читаем, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Говорится о том, что тресиятельное Твое божество, то есть как раз указание на то, что Бог един, но в трех лицах пребывающий. И мы созданы также по образу и подобию и имеем ум, и Слово, и Дух. И тут, конечно же, явные указания, когда говорим про ум, отсылка явная к первому лицу Святой Троицы, к Богу Отцу, Слово, отсылка явно идет к второй ипостаси, Сыну Божию и Дух. Отсылка явная к Святому Духу. То есть мы также созданы по образу и подобию Божию. Далее читаем канон «Полуночница», глаз первый, песня четвертая, тропарь второй. «Первие небеса утвердил Иси Господи и всю силу их словом Твоим сидительным и Духом устой естественным, с ними же владычествуешься всяческими, тресиятельным, единое чали и божества». Здесь на что стоит обратить внимание? Что Господь, мы читаем первое, «Небеса утвердил Иси Господи и всю силу их словом Твоим сидительным». Под словом, конечно же, здесь мы подразумеваем вторую ипостаси Святой Троицы, Сыном Божием и Духом устой естественным. То есть Дух Святой соучаствовал в творении мира. «С ними же владычествуешься всяческими, в тресиятельной, в тресиятельной единое чали и божества». То есть Бог тресиятелен, то есть три лица Святой Троицы, но божество едино, единое чали и божества. Далее такой вот тропарь прочтем из «Полуночницы», глаз также первый. Песнь восьмая «Манием богодетельным, Господи, всех трипостасней и вседержителю небеса, простерлой сияко кожу, та же из земли повесилась и глубину всемощную твоей дланью, тем же и рабы твою крепи любовью и веруй твою человеколюбче, датья славим желанием вовеки». Да, здесь чем интересен тропарь, то что здесь как раз указывается на то, что Господь трипостасен, и небеса простерл, як и кожу. То есть не только Бог Отец участвовал в творении земли, но и все три лица Святой Троицы. Вот давайте рассмотрим текст седально канона «Полуночницы», глаз старый. «Игда в начале Адама создалось и Господи, тогда слово Твоему ипостасному возопилось и благоутробнее. Сотворим по нашему подобию Дух же Святый, соприсутствовавший Содетель, тем же вопиемте «Творче Божий наш, слава Тебе». Вот такой замечательный седалин, где мы находим важные для нас очень места. «Игда в начале Адама создалось и Господи, то есть претворение мира, тогда слово Твоему ипостасному возопилось и благоутробнее». Такие яркие слова. «Слово ипостасному возопилось», то есть обращаясь к Второй ипостаси Сыну Божьему. «Возопилось и сотворим по нашему подобию». «И Дух же Святый соприсутствовал, Содетель». Обратите внимание, Дух Святой тоже называется Содетель. «Тем же вопиемте, уже обращаясь ко всем трем лицам Святой Троицы, «Творче Божий наш, слава Тебе». Далее рассмотрим тропарь первой, Глаза Четвертого, Полуночница. Песня первая, Глаз Четвертый. «Неизреченно Творца родила, если всех причистое, избавляющего древние клятвы, человеки и смертные тли, и тобою по знахам единого Бога трипостасного». Чем интересен этот Богородич? То, что здесь Сын Божий называется Творцом, именно, да, вторая ипостась Святой Троицы называется Творцом. «Неизреченно Творца родила Есейна». А далее в конце уже говорится о трипостасном Боге. «Тобою по знахам единого Бога трипостасного». Так, вот рассмотрим далее тропарь. Кто их, канона Полуночница. Глаз Четвертый уже, Песня Четвертая, второй тропарь. «Разделены сущие неизреченно лица божества и соединяемые державой в купе единым господством, беспредельно единую, неописанную, воспеваем тебя Творца сия твари». Да, здесь, чем интересен этот тропарь, то, что здесь уже не только одна ипостась какая-либо называется Творцом, но и вся Святая Троица называется Творцом сия твари. Далее, очень интересный тропарь на Полуночнице. Глаз Шестый. Вот, сейчас разберем, чем он так интересен. «Помыслив прежде, мудреца творил, если ангелов чины служительные твоей благости и трипостасные единицы, с ними же прими мою хвалу». Да, здесь явное указание на то, что еще до творения мира уже Святая Троица Бог пребывает един во Святей Троице. Да, то есть, не с какого-либо момента добавляются ипостаси, но Бог вечен, Бог Отец вечен, Бог Сын и Бог Дух Святой и до творения мира в таком же состоянии пребывал и пребывает вовеки. «Помыслив прежде, мудреца ставил и ангелов чины, служительная твоя благость, трипостасные единицы, с ними же прими мою хвалу». Далее рассмотрим тропарь Глаза Седьмого, Ирмос, третья песня. «На начале небеса всесильным словом твоим утверждей, Господи, спаси, и вседетельным, и Божиим Духом всю силу их на недвижимыми камнями исповедания твоего утверди». Здесь вот как раз то, что нам нужно, особенно в контексте сегодняшней беседы, говорится об особом действии каждой ипостаси Святой Троицы. «Вседетельным словом твоим утверждей, Господи, спаси, и вседетельным, и Божиим Духом всю силу их». То есть вот как раз говорится, что каждая ипостась также действует при творении мира. «А кто их? Глаз восьмой, песни шестая, тропарь второй. И же по образу твоему человека создавай и от несущихся премудрый, составившему Богу и трепостасному поклоняюсь, и чту, и пою, и величаю тебя». Ну, здесь касаемо творения человека, что Господь, един в Сетей Троице, создал человека. А также вот рассмотрим Сидалин, он у нас будет последний, где мы читаем следующее. «Отца безначально вернее, сына с обезначально, и Духа Божественного во истину песнословим, не слияние, не превратнее, не изменнее, Троицу просту и святу, и сросленное, вопиющееся ангелы, святостью отче, сыне, садухом пресвятым, честным, помилуй, и же создал я сей по образу твоему владыка». Да, здесь вот как раз уже мы видим, что восхваляется вся святая Троица. Очень такие красивые слова данного гимнографического тропаря. Вот позволю себе еще раз его прочесть. «Отца безначально вернее, сына с обезначально, и Духа Божественного во истину песнословим, не слияние, не превратнее, не изменнее, Троицу просту и святу, и сросленного, вопиющееся ангелы, святостью отче, сыне, со духом пресвятым, честным, помилуй, и же создал я сей по образу твоему владыку». То есть это вот как раз то, о чем мы говорили в начале нашего разговора, нашей беседы, то, что все три ипостаси Святой Троицы равны честной, равнозначной между собой. Вот. И таким образом можно сделать вывод, что Отец есть источник премудрости, Сын – сама ипостасная премудрость, явление премудрости, а Дух Святой – та сила, которую усвоит премудрость миру. Вот. И можно сказать, что Отец благоволит, Сын действует, а Дух Святой усовершает варь в добре и красоте. И таким образом мы находим в Священном Писании и в православной гемографии указания как о едином действии Божественной Кристи Святой Троицы при творении мира, так и свидетельствовать их особого личного ипостасного действия. Спасибо за внимание.